В первую очередь отметила министр финансов Елена Гиржул, бюджет республики сохранит свою социальную направленность. То есть приоритетом по-прежнему будет выплата зарплат, пенсии и пособий. Что касается доходов и расходов, то дефицит пока сохранится. Однако, если изначально он планировался в размере более полутора миллиардов рублей, то в нынешнем проекте бюджета прогнозируется сумма на 100 миллионов меньше. С учетом пока текущей ситуации в бюджетной сфере и в целом в экономике, мы пока не можем говорить о том, что у нас будет сокращение дефицита. В первую очередь, потому что государство должно выполнять те обязательства, которые оно на себя взяло. В первую очередь, это повышение заработных плат и пенсии. Елена Гиржул также отметила, что в разработанном проекте базисным является 2013 год. Министр финансов пояснила, то, что бюджет принимается уже на текущий период, не создаст дополнительных сложностей. Мы реализовывали бюджет по постановлению правительства о временном порядке финансирования. И, как я уже говорила, мы учитывали этот порядок при расчете бюджета на 2013 год. То есть никаких препятствий не должно быть, потому что все учтено в проекте бюджета на 2013 год. Тем более, что за стекший период мы расходовали средств в минимально необходимом количестве. В правительстве подчеркивают, бюджет на три года – это планирование поступательного развития республики. Таким образом, можно будет просчитывать количество доходов, а следовательно и реально формировать расходы. Это, в свою очередь, позволит более ясно видеть перспективу. Преимущество то, что мы можем хотя бы спрогнозировать на небольшое будущее, скажем так, наше видение и сколько мы можем получить доходов, расходов. Хотя, конечно, у нас ситуация нестандартная в республике и зачастую с точностью спрогнозировать невозможно, но хотя бы какие-то ориентиры у нас будут. В течение ближайших дней в документ внесут последние коррективы, высказанные в ходе сегодняшнего заседания правительства. Затем проект бюджета внесут на рассмотрение Верховного Совета.